Для чего нужны символы статуса? Их можно использовать для экономии времени и чтобы избежать ненужных конфликтов. В сегодняшнем видео я поговорю о психологии статусных символов и дам вам 10 статусных предметов, которые вы можете начать применять уже сегодня. Давайте начнем с разбора психологии статусных символов. Само понятие «статусный символ» означает символ, который придает статус в обществе. У нас у каждого есть встроенное видение того, как люди на разных уровнях статуса должны выглядеть и действовать. Когда вы представляете себе бездомного человека, у вас сразу возникает определенный образ. Когда вы думаете о миллионере, тоже в голове сразу возникает определенный образ. Начиная от машины, в которой он ездит, как он себя ведет и как он одет. Все это – статусные символы. И что самое интересное, что иногда это все фальшь. Но это не имеет значения, они все равно работают. Теперь надо понять, как этим можно пользоваться. Чтобы не теряли время, объясняй с консьержами, куда вы идете. Вот об этом пойдет речь в этом видео. Первый статусный символ – одежда на заказ, взамен брендовой одежды. Потому что все эти бренды могут быть подделкой. Мы часто это можем видеть. И ты уже не знаешь, где оригинал, где подделка. Но вот в чем я точно уверен, так это то, что одежда на заказ была сделана специально для одного человека. И этот человек – вы и ваш личный бренд. Только подумайте, размер, ткань и функционал. Я об этом рассказываю в своей пирамиде стиля. Вы покрываете все эти аспекты в одежде на заказ, так как можете исполнить любую прихоть, чтобы одежда выглядела замечательно. Символ статуса номер два – отличные часы. У вас тут очень много опций. Мы говорим о часах, ценник на которые начинается от 10 тысяч долларов. В некоторых случаях цена может быть и 100 тысяч. Вы можете выбрать семейные антикварные часы, которые передаются по наследству. Или можете выбрать новый популярный бренд. Очень много вариантов. Статусный символ номер три – качественная обувь. Заметьте, я не сказал туфли. Потому что все зависит, где вы проводите время. Это могут быть и кроссовки. У меня есть друзья, они полностью помешались на кроссовках. Могут говорить о всевозможных моделях, на которые они потратили целое состояние. В некоторых кругах это имеет значение. Нельзя такое сказать про меня. Я больше люблю туфли. Но исторически так сложилось, что обувь – это та вещь. С ее помощью люди делают выводы о человеке с первого взгляда. Потому что обувь всегда была дорогой частью гардероба. Только обеспеченные люди могли позволить себе хорошую обувь. Или определенную модель обуви. Все это посылает определенные сигналы, на которые до сих пор обращают внимание люди. Статусные предметы. Гаджеты и техника, которой вы пользуетесь. Тут есть два фактора. Бренд и модель, если она из новой линейки. Это очень хорошо заметно по телефонам. Поэтому люди выстраиваются в очередь за телефонами. Они хотят показать всем своим близким и партнерам, что вот у меня последняя модель от этой компании. А некоторые компании ассоциируются с определенными типами людей. Я помню, как лет десять назад только креативные люди ассоциировались с техникой Apple. Таких можно было часто встретить в кофейнях. Это было что-то обязательное – иметь Apple компьютер. Сейчас такой есть почти у каждого. Так что техника, которой вы пользуетесь, может показывать ваш статус обществу. Символ статуса номер пять – машина. Этот пункт самый важный. Он демонстрирует всем, сколько денег вы зарабатываете, какие ваши приоритеты и где вы находитесь по жизни. Расскажу о том, на чем я катаюсь. У меня был мотоцикл. Теперь я езжу на шевролете-грузовике имени Венни. У меня четыре ребенка, и это самый простой и удобный способ передвигаться всей семьей. Но если кто-то едет на Тесла, что вы первым делом думаете об этом человеке. Наверное, то, что у этого парня достаточно денег на такую машину. Поэтому многие делают выбор в ее сторону. Но когда я приезжаю в свой родной Техас, на чем тут катаются люди? Обычно это будет пикап-грузовичок. Они функциональны, когда тебе надо перевезти лошадь. Но они также считаются крутыми в этой зоне. Символ статуса номер шесть – иметь твердые убеждения. Этот пункт самый интересный с психологической точки зрения. Потому что, в целом, это может быть не самый лучший эффект, если вы решите, скажем, поставить акцент на религию. Я знаю многих людей, которые скажут «ау, мне неинтересно про это слушать». Но для тех, кто разделяет религиозные взгляды, этот человек в этом кругу может получить высокий статус. Потому что он продемонстрировал свою приверженность, что он с ними заодно и ему не пристал и быть тем, кем он есть. Отличный пример – Тим Тибо. Этот парень для большинства людей в Америке… Да, мы знаем, что он христианин, он всегда об этом говорит. Но среди других христиан, его статус вырос. Потому что он не боится об этом говорить. И он не перестает об этом заявлять. Символ статуса номер семь – тело. Я не имею в виду только о том, что надо пойти в зал и накачать бицепс. Для людей в целом это может, конечно, отразиться немного на вашем статусе. Если у вас красивое тело, и это норма в вашем окружении. И то это меняется от культуры к культуре. Я говорю о теле как таковом. Например, если вы самоист, только подумайте об этом. Вам требуется набрать большой вес, только для того, чтобы участвовать в соревнованиях. И быть успешным в нише, которую вы выбрали. Если вы марафонец или актер, которому надо набрать 20 килограмм, скинуть 7 килограмм жира и набрать 15 килограмм мышц и так далее в этом духе. Если вы можете показать мастерство владения телом и сделать из него то, что вам необходимо, то в этом окружении ваш статус взлетит как на ракете. Потому что вы покажете, что вы можете сделать то, чего другие не могут. Следующий пункт – это этикет. Этикет – это не манеры. Манеры – это то, как вы заставляете чувствовать других людей. Этикет – это правила общества, которые разделяют разные общественные классы. Эти правила отличаются между культурами. У него не самая лучшая история. В самом начале этикет использовался, чтобы разграничить старых богачей от новых. Но в целом это несет в себе и позитивный оттенок, и вам лучше разбираться в этих правилах. Особенно если вы попадете на званный ужин, где надо будет сидеть за столом и вести светские беседы. Тут всплывает много деталей. Например, понять, какой будет дресс-код из приглашения, которое вам прислали. Если в приглашении есть карточка RSVP, то вы понимаете, для чего она. Для многих это обычное дело, но большинство не придает никакого значения для этого. Пункт номер девять. Поговорим о спредсатура. Для вас, итальянцев, наверное, я только что уничтожил это понятие. Но это слово обозначает, что если надо сделать что-то очень сложное и энергоемкое – такое дело, которое не всем под силу завершить, а у вас получается это сделать на раз-два, без каких-либо усилий. Например, вы с друзьями пошли в азиатский ресторан, в котором они никогда не были ранее. Вы заходите и начинаете говорить с хостесом на мандаринском, а ваши друзья даже не знали, что вы знаете другой язык. Вы договариваетесь об отличных местах, делаете заказ и в целом создаете отличную атмосферу того вечера. Делая такие вещи, которые не все могут, вы демонстрируете, что вам потребовалось 15 лет, чтобы выучить этот язык. Вы были в этом ресторане много раз и вы уже выстроили определенные отношения с персоналом. Будет видно, сколько времени вы уделили этим людям, и ваш статус выстреливает вверх. Последний пункт, возможно, будет слегка противоречив, но те люди, которые вокруг вас, определяют ваш статус. И этот пункт может повлиять на все предыдущие пункты. Подумайте над этим. Вы видите парня, который только что вошел. Он непривлекательный, скажем, урод. Он низкий, угрюмый. По нему не скажешь, что он дружелюбный, но с ним в компании очаровательная девушка. Что вы тогда подумаете об этом парне? Мы подумаем, что он богач или кинозвезда. Его статус просто подлетел, только опираясь на человека, с которым он ассоциируется. Так что да, с кем вы встречаетесь, на ком женитесь, ваши друзья. Все это оказывает влияние на ваш статус. Вы видите двух киноактеров, которые зависают еще с одним человеком. И они все приятели. Что вы подумаете? Я не знаю, кто этот третий, но, возможно, он хороший человек. Возможно, с ним стоит познакомиться, потому что он тусуется с известными людьми. Я не говорю, что надо бросать всех друзей. Но что я хочу сказать, так это подумайте о том, с кем вы проводите много времени. Чаще всего это ваш партнер. Если вы хотите стать умнее и успешнее, то вам стоит жениться на том, кто с вами на одном пути и будет мотивировать вас к росту. Я знаю лично, со мной это так сработало. Ребята, видео подошло к концу. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео.